Так, очередная серия, друзья. Здравствуйте, я Железавалерий Константинович. Я кланяюсь нашим предшественникам, нашим притечам. Вот сейчас исправляю серию номер 5, видите, на серию номер 7. Что-то она у меня не стала, только еще раз номер 5, на серию номер 7. Дальше продолжаем, вот это мы с вами проходили, проходили, может быть кто-то из вас потом не видя предыдущей серии, просто нет, да, еще раз кто-то это все прочтет, о наших сибирских садоводах, которых мы называем великими. Ну, а мы это скромные последователи. Вот, упоминался Семиренко, видите, вот, и оказалось, что пусть хотя бы одно дерево, которое растет в моем саду, в Дублере, у Чернобаева Леонида, подчеркиваю, мой сад Дублер, хотя бы одно дерево Семиренко имеется. Мало, ну что поделать, такая действительность. Я болен, поэтому буду кашлять, прерываться, но я предчувствую, не предчувствую, но лучше я сегодня сниму фильм «Больной», чем «Здорово уже никогда», все бывает по жизни. Итак, продолжаю. Перекладываю это на аудиоразговор. 20-40-е годы, трудный период жизни садоводов, революция, гражданская война, коллективизация, великоотечественная, национализировали земли, реквизировали дачи, грабили, поджигали, запрещали заниматься садоводством. Такие были времена. Олениченко умер 72 года своей смертью. Подчеркиваю, это продолжение. Похоронен Красноярской рядом с супругой и помощницей во всех делах, а также сыном Александром, который учился вместе с Михаилом Лисовенко в гимназии. Саша умер в 30-м году, совсем молодой от Тифа. Как гимнастического друга своего сына, Алексей Иванович всегда опекал Михаила Лисовенко. Судьбы некоторых других садоводок, знакомых с моим дедом, складывались более трагично. Находясь в Красноярске, нашла потомка братьев Крутовских. Фамилия Крутовский и Красноярска одна из самых известных. Братьев Владимир, 1856-1932 год. Одно из известных свидетельств того, какую Россию мы потеряли. Это представители настоящей интеллигенции. Слепой и беспомощный, бывший врач и видный общественный политический деятель Владимир Михайлович скончался в тюрьме, который находился как агент пяти разведок от сердечной недостаточности на 83-м году жизни. Хотя у него и была особая охрана грамоты за содействие Ленину. Имя Крутовского войны до перестройки постоянно присутствовало в ленинской теме. Когда-то Крутовский оказался в попутческом ленинге в поезде, следовавшем административную ссылку в Красноярск. Этот врач провел медицинское свидетельствование будущего в революции. И только по этой причине он оказался в южной ссылке в селе Шушенском. Затем Крутовский был редактором низких газет, журнала «Сибирские записки». Вместе с братом-профессиональным садоводом Сеолдом Крутовским безвозмездно передали свой маленький дом под музейные коллекции и были первыми научными сотрудниками. В 1889 году с их помощью открыта городская библиотека. А в 1900 году на речке Лалете на возле Устья заложил яблоневый сад. Бациллой садоводства виноградовского Крутовского заразил Семьеренко. Нелли Ефимова в своей книге пишет «С легкой руки Крутовского садоводство стало массовым явлением, а садовод – центральной фигурой нашей современной действительности». Представляете, Всеволод Михайлович Крутовский был арестован через полтора месяца после ареста брата 22 августа 134 года. Я про это вообще не знал, что они были арестованы и так далее. Фамилия Крутовский социал в деле ученого-профессора Касаванова в ВП. Остреливан в 1927 году. От деда моего, Лесовенко М.А. Сохранила четырехтомная советская Семьерская энциклопедия, которую Касаванов с другими социал в 1920-х годах. Тогда была уничтожена вся эта редакция из-за прощенного краеведения, как наука. Всеволода Михайловича судили, как агента трех иностранных разведок. Ему было 74 года. Но за недостаточную улику в 1940-м освободили. Сейчас, шесть секунд. Он почти без выезда жал в саду на Ладятина все последние годы. Ученый садовод похоронен на территории Ладятинского фруктового сада. А саду присвоено имя сад имени Всеволода Михайловича Крутовского. Кстати, я там был и показывал уже вам фотографии. В сериях выше. Далее она пишет, что очень рада, что хотя бы с опозданием мы наконец-то даем долг памяти первым садоводам в Сибири, работавшим и с виноградом. В те страшные 20-е и 30-е годы интеллигенция уходила от зла политической и общественной жизни в садоводство и украшала посильным трудом свою землю. Точно так же поступил и Михаил А. Афанасьевич Лисовенко. Он отошел от юриспруденции, с которой связано было профессионально, и занялся садоводством. Так вот сохранилось свое духовное здравственное самосознание. Галерий Кацинович пишет Гарнаула. Вы о нем уже знаете. Добрый вечер. Во-первых, хочу вам выразить признание за то, что вы близко к сердцу восприняли данную подборку и не остались равнодушными к памяти родоначальникам сибирского садоводства. Благодаря вашим усилиям и размещению данного материала на вашем сайте появляется возможность познакомить более широкую аудиторию садоводом с историей создания сибирского садоводства. Тем более, что мы практически отлучили эту историю в любом смысле этого слова. Ведь вы же прекрасно знаете и помните, что историю в нашей стране много раз переделывали, переписывали в угоду действующих правителей. А посему до настоящего времени в истории России сохраняется еще масса белых пятен, в том числе и под грифом, совершенно секретно. А во-вторых, ваши фотографии Исана Крутовского дополняют данный материал и послужат прекрасной иллюстрацией к содержимому данной статье. Поговорим еще на случай и заниматься акклиматизацией плодовых культур и предлагать дело наших предшественников, о коих и шо разговор в представленном материале. Валерий Константинович, хочу себе добавить, несмотря на критику некоторых недоброжелателей по поводу вашей работы, вам не надо, вы не долго нужно пить, а радоваться, что в отличие от ваших предшественников вам не инкриминируют связь с разными разведками и не сажают в тюрьму. А еще много людей, которые поддерживают вас. Подпись Владимира Горновова. Уважаемый Владимир Теречец, спасибо за письмо откровения. Выражаю надежду, что она перекочует с моего сайта на другие сайты и привлечет внимание редактору газет и журналу. Фонд Александр Крутовский, сделанной организатором моего краснодарского семинара, прикрепляю. В. Желина, это я. Жизненно важное дело. Видите? Вот это вот материал, еще один присланный. Здесь написано, во многом благодаря таланту водовичца-мечовинца Моисея Самойленка на Алтае возникло садоводство. Пошел в комнату, попал в другую. Как часто в журналистских расследованиях на память приходят именно эти слова классика. О садоводе из колхоза имени Молотова, Моисея Самойленка я узнал совершенно случайно. Готовец-коммунировки в Шипановский район обнаружила на просторах интернета ученическую работу Оли Воскобеевой колхозный сад. Именно с Родинского Комнарского сада ведет отчет промышленное производство садоводства в крае. Утверждал в своем исследовании юный автор. Начиная с 1939 года во всех публикациях и официальных документах автора, инициаторами и основателями первого колхоза Золотойского сада называется ФМ Гринько. Но это стало возможно только потому, что рядом с Гринько был другой энтузиаст и организатор садоводства Моисей Никитич Самойленка отмечала школьница. Дальше начинается страшное. Простите меня за... Кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх. Так. Я не допустил плодов. Это название главы. Протоколы допроса очень похожи. Безграмотные в большинстве в своем. Бредовое измышление следователя внизу каждого листа заверялись корявы, дрожащей подписью жертвы. В нашем случае протокольная речь записана верно, прочитана подписанной Моисеев Самойленка. Например, такие. В 1936-й год мне было дано задание заниматься повседневным вредительством в садоводстве. Кужах. Это задание я выполнил. В 1936-й год я не допустил плодов на фруктовых деревьях. Как же удалось нашему герою? Секундочку. Алло, прошу прощения, я сейчас фильм снимаю, освобожусь я и 20 минут. Ага, 20 минут. Ларчик открывался просто. Зима 1935-1936-го года была очень суровой. Долго сырепствовали 40-45 градусные морозы. Вымерзли и европейские, и мичуринские, и даже некоторые сибирские сорта. Но недопущение плодов было не единственным грехом Самойленка. Читаем дальше тот же протокол орфография и стилистика документов сохранены. Сам занимал площадь 9 га, пользу колхозу не дал и произвел подсадку 3 га, тоже негодный саженцем, из которых пользу никуда не получилось. В 1937-м году я получил задание сожечь колхозный двор и снова ежедневно вредить с удовольствием. Поэтому задание я сознательно испортил 18 тысяч саженцев и негодно реализовал по колхозам, которые были колхозом рассажены, но пользы их никакой не было. До поджога двора дворов я дважды дворы осмотрел и составил план действия, но существить не удалось. И последнее мое действие это теоретическая попытка на убийство депутата Верховного Совета товарища Гринько. 17 октября я был исключен из колхоза и мне предложили собрание оставить. Когда я вышел на улицу, имея ярую злобу направления колхоза, а в основном на председателе колхоза товарища Гринько, я решил остаться в ожидании, когда пойдет собрание Гринько, сделать на него налет и совершить убийство. Эти действия все существует не мог, только потому, что пошел домой в собрание с орденоносом духовным, и я на двоих сделать налет не решился. Вот самая комиссионная деятельность. Пять объемных томов составляют дело о консенсационной эсеромонархической повстанческой организации, ставившей свои цели в свежение сельской власти и действовавшей на территории Зминогорского, Волчихинского, Локтевского, Шипановского, Куринского, Егоревского района и Рубцовского. Светом отченом от организации якобы Бог и Самойленка. Представляете, какое было время. Ничего не делал наполовину. Появился на свет наш герой 3 сентября 81-го года. На родине Курской губернии охотилась золотая медаль и сельхоз. Школа по двум специальностям садоводства и пчеловодства. Вот, кстати, мы там все про Алтай, про Алтай. Невероятно, чтобы на Алтай были устойчивые рожаи. Для любого можно обвинить. Виноват генерал Мороз, а обвиняли людей в том, что гибли сады. Очень удобно находить врагов. Поскольку наш герой происходил из бедняков, учился за счет земства. Работал по специальности в Симбирской губернии. За участие в анифестации в годы Первой русской революции попал под надзор полиции, поэтому решил перебраться в 1908 году в Сибирь. Сюда раньше переселили два брата. Но так как Моисея не отработал положенный после обучения срок, грозил его сам Датчина. Потому появился он в Томске управление учебного округа и получил направление в Закальскую школу. В Сибири он не мог без любимого дела. Сразу в зеркалах при доме заложил сад. Правда первый опыт охотился неудачей. Выписанные в 19-м году плановые деревья были непригодны для сибирского климата. К тому же грудь шел очень медленно. Возили лишь малины и трясот осмородины. Но сельский учитель не оставлял дальнейших попыток. Позже его в саду плановили даже яблони. В зеркалах он женился, родились на Первой мировой, жена умерла. Вернулся, взял дома учительницу с двумя детьми и продолжал растить свой сад. О семейном саде в зеркалах в письме к краеводу Прокопию Паниным вспоминал Александра Моисеевна, дочь старшего героя. Помню, как из артели приходили, и район начальцев смотрел на наш сад и восхищались. Предложили отцу заложить общественный сад и стать сам садоводом. Он-то сразу зажегся нам очень жалко было свой сад оставлять. Мать, мы не соглашались. Поэтому отец не сразу дал согласие. Надо было нас уговорить. А что скрывать? Годы были голодные, сад наш кормилец был. Видите? А нам нужно было сдать в артель и жить на голом месте. Но он нас убедил, говорил, что посадил лучше прежнего. Наш дом сдали садом в артель, а нам построили в саду. Но отец начал работать сразу, разбивку делал, а мы пока еще дом строили, прожили в зеркалах. Работал отец много, он ничего не мог делать наполовину. Семья у нас большая была, всем мы помогали тоже. И, конечно, общественную основную нагрузку несла. Но для него это было жизненно важное дело. По свидетельству заместителя председателя коммуны Новосвета Артема Жука Самойленко вступил в коммуну в 20-м году. Осенью 30-го года начались работы по подготовке к закладке плодового ягодного сада. Следующей весной провели посадку полученного из биско-алтарской хлоропосадочного материала. Самойленко добавил зеркальские деревца и кустарники. Также в суду разбивали светники. нелегкие кропотливые труд дал весом результат и даже те колхозники сочетали сад пустой затеи были петлены. В 32-м году по мнению А. Жука сад стал превращаться в отрасль. Прекратились разговоры посадили помещиков в саду. Первые яблоки созрели в 33-м а уже в 34-м за яблоньем четвертом не было видно листья веток которые сада распределяли по трудно-дням. В этом радостном году у Самойленка побывал руководитель горно-алтайского опорного пункта садоводства Михаил Афанасич Лисовенко. Он отметил многое в том числе и удачное расположение сада в окружении березовой рощи и цветники. На пятом году работал в коммуне имелось 6,5 га удового сада 2 гектара ягодников 16 тысяч акулянтов. О! Вот размах сеянцы и шелковицы а шелковицы ух ты в Сибири облепихи ореха манджурского запросы на посадочный материал в Самойленку поступали по всей концов страны. В марте 35-го года наш герой был командиром Мичуринск к великому садоводу. Мичуринск увы Мичурин уже был тяжело болен. Ирочка, я доканчиваю сейчас фильм съемка идет я перезвоню все 10 минут нет я так переживу все, не ругайся некогда мне по больницам пока все, целую поцелую я знаю, что идиот целую так вот уже идиотом обозвали только потому что ненавижу больницу так на чем остановились в марте 35-го года наш герой был командирован Мичуринск великому садоводу увы Мичурин уже был очень болен но научные работники его института весьма помогли Самойленка снабдили его саженцами и рекомендациями в том же 35-м году колхозный сад поселил председатель ЗАП СИП крайисполкома Грядинский и высоко оценил работу Моисея Никитовича в 36-м Новосибирске было проведено краевое совещание садоводов от Алтая в нем участвовал Лисовенко это я все что меня идиотом обозвали за то что я не речусь я не могу это так извиняюсь в 36-м году в Новосибирске было проведено краевое совещание садоводов от Алтая в нем участвовал Лисовенко и Самойленко за успешное развитие Мичуринского садоводства Самойленко получил почетную грамоту за ПСИП краевсполкома и денежную премию 1500 рублей а также кто бы мне премию дал сколько денег потратил на этот сад а также 500 рублей премию дали председателю колхоза Гринько арестовали Самойленко 5 февраля 38-го года расстреляли 27 марта вот так красиво все было и расстрел так конец слова год выпуска спецномер 1951 но и после 1953 года о нашем героях вспомнили не сразу в 67-м году в Арнауле вышла брошюра Н. Девятьярова сегодня и завтра колхоза Родина крайне возмутившая многих из оставшихся живых бывших коммунаров они не только писали в различные станции письма но и составили летопись создания нового света Самойленко в этих документах изображал как человек беззаветно любивший свое дело в скобках садоводство развивалось благодаря опытному садоводу Самойленко Моисея Никитична позже более 10 лет жизни восстановление честного имени нашего героя отдал коровец Прокопий Панин когда-то вместе с другими детьми командарами участвовавши в закладке Самойленко садовода он вел обширную переписку с родными садоводами собирал документы публикал материалы в прессе по его предложениям в 1993 году институт садоводства имени Савенко провел научно-топрактическую конференцию посвященную Самойленко Панин даже выпустил плакат в честь нашего героя он сравнил что идет памятник садовода не в Шапаново не в Барнауле памятник оед и поныне вот несмотря на то что вообще это очень грустная статья вот жизнь закончившаяся расстрелом но и не закончившаяся в памяти остался Самойленко вот и когда-то настоящее садоводство будет начинаться с учебников первая глава первая глава которая будет называться «История сибирского садоводства» вот это не намного не намного легче чем слетать в космос побывать на Луне настолько было тогда тяжело вот так заканчивается моя последняя серия не знаю буду ли я еще писать будут открытия кто-то еще о ком-то пришлет материал может еще и продолжим пока я использую только то что мне попало в руки и это крайне важно сохранить 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 поклониться 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 вот сейчас я говорю а у меня в глазах стоят слезы господи ведь я же почти ничего этого не знал да считать вообще ничего не знал просто где-то когда-то я проснулся а мне кто-то на уши нашептал вспомни о наших великих предках не заноси что ты такое что у тебя лучший сад вот не было бы тех не было бы и тебя вот то что мне нашептали на уши во время сна и вот результат до свидания друзья низкий поклон вот а как я назвал это как я это все назвал история садоводства великие предтечи великие предтечи вот все а то расплачется до свидания до свидания до свидания , happens , , , , , , . , , . Субтитры создавал DimaTorzok